РБК УФА продолжает вещание из отеля «Шаратон». В эфире новости. В студии Равиль Ватолин. Здравствуйте. И сегодня мы подводим итоги финансовой недели. Гость студии – начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башком Снаббанка Азат Амиров. Азат, здравствуй. Но вначале о главных темах к этому часу. Позиция без изменений. Центробанк страны оставил уровень ключевой ставки на прежнем значении. Предпринимателям на радость. УФА сегодня принимает Всероссийскую конференцию по развитию третейских судов в стране. И жизненно важный вопрос. Депутаты госсобрания предлагают увеличить количество больниц, где будут пересаживать донорские органы. Сегодня Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 11% годовых. Как говорится в сообщении регулятора, на решение повлиял рост потребительских цен на фоне ценовой волны снижения нефтяных котировок. Кроме того, повысился риск ускорения инфляции, отметили в ЦБ. Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до цифры менее 7% в январе 2017 года и до целевого уровня 4% к концу 2017 года. В случае усиления инфляционных рисков Банк России не исключает ужесточение денежно-кредитной политики. Следующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланирован на 18 марта. Новации в развитии третейского судопроизводства обсуждают сегодня в Уфе. В практической конференции, посвященной этому вопросу, принимают участие представители ТПП, Госдумы и ведущие юристы. С 1 сентября этого года вступает в силу поправки федеральный закон о третейском разбирательстве. Создавать такого рода арбитраж теперь можно будет при некоммерческих организациях. На сегодняшний день в России функционирует около 2,5 тысяч третейских судов, однако их качество оставляет желать лучшего. В первую очередь необходимо решить проблему с регулированием, а также низким исполнением судебных решений. Поправки будут способствовать перезагрузке третейского судопроизводства, которое имеет ряд преимуществ по сравнению с государственным. Не может один судья, каким бы он ни был специалистом в гражданском праве, быть специалистом во всех этих тонкостях. Поэтому третейское разбирательство в этом смысле дает новые возможности. Судьи могут выбираться сторонами свободно, даже не из списка судей суда. То есть мы можем привлекать туда специалистов, именно профессионалов в той области права, которым идет судебное рассмотрение. И в продолжении темы. Бизнес-омбудсмен Борис Титов представил сегодня в Уфе программу Столыпинского клуба «Экономика роста». Заседание прошло в рамках общероссийского форума «Право бизнес-государство». Титов отметил, что сегодня наблюдается системный кризис российской экономики, хотя она способна расти на 4-5% в год, а в лучшем случае даже на 10%. Однако для этого необходимы системные изменения экономической политики. Немалую роль в программе «Экономика роста» отводится кредитам, которые должны стать более доступными. Помимо этого нужно уменьшить фискальную нагрузку, ввести валютное регулирование и максимально поощрять долгосрочные инвестиции. В результате этого курс инвестиций будет расти, а инфляция падать, отметил Титов. Также необходимо ввести новое распределение денежных средств между бюджетами. Так, все средства от малого и среднего бизнеса должны поступать в муниципальную казну, а вот региональный бюджет должен довольствоваться прибылью с больших предприятий. Так, власти будут заинтересованы в их развитии. И сегодня мы подводим итоги финансовой недели. Эксперт в студии, начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башком Снаббанка Азат Амиров. Азат, ну и текущая неделя отмечается неустойчивой ситуацией курсов российского рубля. Мы наблюдали, что курс национальной валюты то поднимался, то падал. В итоге, какие сегодня новости по итогам недели? Да, действительно, эта неделя выдалась высоковолатильной. Если еще в среду мы наблюдали доллар на отметках выше 82 рублей, евро торговался по 89 рублей, то сегодня уже доллар торгуется по 76 рублей, евро, соответственно, по 83 рубля. Свою роль в укреплении рубля сыграли и вербальные интервенции со стороны экономических властей, а также продажи экспортной выручки со стороны экспортеров. Что касается нефти, то вчера поздно вечером было достаточно лишь неподтвержденных слухов о возможной встрече представителей России и стран ОПЕК с целью согласованного снижения добычи на 5%. Как котировки нефтяных фьючерсов развернулись наверх, и сегодня оба сорта и бренд и лайт торгуются устойчиво выше 33 долларов за баррель. На фоне такой нефти наши фондовые индексы ожидаемо заканчивают неделю в приличном плюсе. Рублевый ММВБ растет на 2,5%, валютный РТС почти на 6%. По акциям Башнефти мы также наблюдаем сегодня максимальные за неделю уровни. Обыкновенные акции подорожали за неделю на 0,5%, привилегированные на 3% с небольшим. Таковы краткие итоги. Ну и конечно же традиционный вопрос, чего аналитики ждут в начале следующей недели. Если вы помните, в конце прошлой недели мы предполагали, что нефть, возможно, прошла свое локальное дно и рисовала технический отскок. На этой неделе наши предположения подтвердились, и мы наблюдаем, что нефть устойчиво растет, пока технический уровень для роста 37 долларов за баррель. Будем надеяться, что именно так же и будет. Спасибо, Азат Амиров, начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башком Снабанка. Часть полномочий по контролю за трансплантацией человеческих органов и тканей переданы с федерального на региональный уровень. Парламент Башкортостана рассмотрел поправки к законодательству. Финансирование и учет базы доноров по-прежнему будет курировать федеральные ведомства. В республике же теперь работу с донорами будет проводить Минздрав. Как сообщили ведомства, сегодня в Башкортостане делают операции по пересадке сердца, печени и почек. За последние два года сделано 66 операций по трансплантации почек, 5 сердца и 6 печени. В то же время в листе ожидания в Башкортостане находится сегодня 138 человек. В Курултай рассчитывают, что в республике после вступления в силу поправок удастся увеличить число профильных медучреждений. Данным законопроектом позволят организовать медицинских организаций взымание органов. На сегодняшний день у нас не так уж много медицинских организаций, которые обладают такими полномочиями. Их в республике не более трех-четырех. А данный законопроект позволит расширить такие медицинские организации. О новостях пока все. Далее Елена Хрупова и программа «Рынки. Позиции». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин